Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер медицинский центр призма. Сегодня у нас особенный гость. Это наш зритель, мы даже периодически переписывались с ним. И сегодня он к нам приехал из Запорожья, и это очень приятно. Он приехал специально к нам на эфир. И мы будем с ним сегодня говорить об Украине, которая приближается к своему 30-летию, 30-летию своей независимости. Вот так будет сказать правильнее, наверное. Андрей Матрей сегодня у нас в студии. Андрей, здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Вот вы уже обозначили мне за кадром тему, которая была бы вам интересна. Теперь я буду очень признательна, если вы обозначить ее в прямом эфире для нашего зрителя. И мы с удовольствием о ней поговорим. Я хотел бы сегодня поднять тему консолидации нашего общества. Почему за 30 лет среди политиков, общественных деятелей, блогеров не происходит действительно консолидации именно объединения усилий в рамках изменения. То есть мы же хотим действительно поменять нашу страну к лучшему. И об этом все говорят. А если об этом все говорят, то, соответственно, люди имеют намерение. Но почему это не происходит? Почему люди, приходя в управление на разных, скажем так, уровнях, на уровне общественных организаций, политических партий, придя во власть именно в управление государственное, у них почему-то что-то переключается. И они забывают про свои обещания, они забывают про все. А не забывают про то, что нужно все-таки поддерживать вот те связи горизонтальные и их усиливать для того, чтобы реализовывать изменения. Ну, раз уж вы сказали о горизонтальных связях, я хочу напомнить нашим зрителям или просто рассказать о том, что вы инициировали проект, который называется «Зверотний звезок». Я так понимаю, что вы пытаетесь получить какие-то возможные вот эти горизонтальные связи, их каким-то образом объединить. Ну, в связи с этим, вы сейчас, вам сразу передаю слово, но давайте вот начнем, наверное, с ключевого, с определения, что такое консолидация общества. Потому что консолидация общества – это по-настоящему, с одной стороны, очень положительный момент, а с другой стороны, консолидация общества – это как бы тоже нужно понять, зачем, во имя чего, вокруг чего консолидируемся, кто и как консолидируется, и как при этом оставлять вот это разнообразие мыслей, свободу слова, свободу действий и многое-многое другое, может быть, какие-то демократические процедуры. Потому что в некоторых странах, которые мы очень хорошо знаем, там есть очень хорошая консолидация общества, они бесспорно достигают успеха, но только несколько другой ценой. Согласен. Я тут немножко хочу сделать маленькую ремарочку. Тот проект, который я инициировал вместе с командой единомышленников, называется «Горизонтальная мережа – заворотний звезок». То есть мы ставим перед собой цель выстроить такую среду, в которой люди начнут действительно самоорганизовываться, объединять усилия и менять нашу жизнь. Получается? Вы знаете, да. Потому что мы внедряем новый тренд публичных взаимоотношений. То, чего в принципе сегодня не происходит. Например, какой тренд? Например, если мы возьмем организационные структуры, под организационными структурами я имею в виду общественные организации, партии, политические силы. То есть те группы, где люди организовываются, объединяют усилия для достижения каких-то целей. Например, в общественных организациях решают какие-то свои вопросы по защите прав, политические силы решают вопросы по реализации каких-то своих программ. Правильно? То есть и вот в этих организационных структурах на сегодняшний день абсолютно отсутствует открытость. Полностью причем. В политических силах, как например, ни один политик не знает, сколько членов партии. Почему вы так думаете? Я не просто думаю, я в этом уверен. Почему? Объясню. За 2019-2020 год я объездил и перевстречался с многими лидерами политических организаций. Я не буду их перечислять. Региональных или общеукраинских? Всеукраинских. Всеукраинских. Это было около 15 партий. Ну то есть где-то приблизительно 10-15. Представляете, да? То есть переобщался с многими. Вы имеете в виду парламентские фракции в том числе? Парламентские партии в том числе? Нет, не парламентские. Это важный нюанс. То есть те, которые были, но не попали. То есть они уже в этом каденции не попали. И, соответственно, я задавал один простой вопрос всем руководителям. Скажите, пожалуйста, сколько у вас членов партии? Никто не мог ответить. Никто. Все говорили около, где-то, ну вот так вот, размыто. То есть никто даже не знает, сколько людей активных у них в структуре. Я задавал второй вопрос. А платят ли в структуре членские взносы? И кто принимает решение? Потому что в каждом статуте партии там прописана обязательная оплата членских взносов. И в связи с этим члены принимают решение. Правильно? Мало из этих партий вообще собирают членские взносы. Возникает логический вывод. А кто принимает решение? Один человек? Голова в партии? Ну, понимаете? Ну, это тема, знаете, очень такая болючая. Потому что я могу рассказывать очень долго, но, знаете, хочу привести наш разговор к тому пониманию, почему все-таки у людей при достижении каких-то полномочий, да, там их выбирают руководителями в общественных организациях, в партиях, они приходят в управление, в государственное. Почему они меняются? Почему они не хотят действительно выстраивать вот эти горизонтальные связи, слышать обратную связь, собирать негативную, в том числе и от людей. А негативная информация, то есть критика, да, она указывает на проблемы и даже подсказывает их решение. Хорошо, давайте разбираться. Почему же это происходит с вашей точки зрения? Объясню почему. Потому что у людей сразу появляется полномочия, которые они боятся потерять. Власть, деньги, ресурсы какие-то, которыми они распоряжаются как единоправно, единолично. Понимаете? И когда только небольшое количество людей я встречал, небольшое, готовы себя окружать сильными личностями, сильными, которые действительно знают, как решать многие вопросы, многие проблемы. В большей степени люди боятся сильных людей, потому что они считают, что тем самым они потеряют контроль, потеряют управление, потеряют вообще статус в той же самой структуре, партии, как например. Например, их могут переизбрать, их могут заменить. Они не смогут распоряжаться теми ресурсами, тем влиянием, которое у них сейчас есть. Их не будут приглашать на телепередачи как руководителя. Понимаете? Их не будут встречать где-то, ну, ещё где-то в обществе, на каких-то мероприятиях. И вот таким образом вот этот вот свой эгоцентризм не даёт людям переступить и действительно начать взаимодействие с сильными людьми. И таким образом происходит вот это вот, на мой взгляд, происходит изменение, знаете, как у человека что-то переворачивается. Когда он был раньше открытый и доступный, ты мог свободно позвонить человеку, спросить, как дела, свободно пообщаться, решить вопросы. Как только человек становится депутатом, он уже вне зоны досягаемости. Он не берёт трубку, он всегда занят. У него нет времени. То есть вы считаете, это проблема какой-то конкуренции личностной? В том числе. Ну, давайте дальше. Вот кроме конкуренции, вот вы говорите, бояться сильных людей, это значит, есть элемент конкурентности. Что ещё? Ещё есть элемент манипуляции. Например? Когда человек, обладающий, опять же, каким-то статусом, он завязывает на себя абсолютно все контакты. Все существующие контакты, всех людей, он не организовывает именно горизонтальную связь, чтобы люди, окружение, его окружение в том числе, общались друг с другом, и даже без него, вот человек уехал, да, без него могли организовываться и решать какие-то вопросы, ну, повседневные. Потому что вот закрытость, на мой взгляд, она, знаете как, препятствует, препятствует продвижению людей и инициатив в том числе. Потому что через человека, вот в данном случае конкретное лицо, да, через него всё, через его субъективизм, вся информация пропускается, и он говорит, вот это вот мы реализуем, а на это не будем обращать даже внимания. Понимаете? То есть он становится как бы блокиратором. То есть он не даёт продвижению других инициатив, которые ему даже непонятны. Андрей, давайте немножко об этом глубже, потому что ведь за последнее время Верховной Раде, ну, возьмём её как за какой-то образец, где можно просто посчитать на пальцах, что происходило, да, а произошёл колоссальный смен, колоссальная смена от 60 до 70 процентов депутатов менялась вот за последние годы прямо очень значительным образом. Особенно после 2014 года. Вместе с ними приходили и новые помощники, новые люди, и появилось такое количество новых лиц, что в какой-то момент просто люди уже перестали даже спрашивать, боже, как фамилия этого министра. Ну, потому что уже просто стало не... Вообще уже даже непонятно, всё менялось очень быстро. А вот это можно рассматривать и как шутку, а с другой стороны и как правду, потому что вот я столкнулась с тем, что многие даже не знают вообще, как фамилия министра того или иного. Некоторые даже вообще не знают, кто у нас премьер-министр. Вот это вот за последнее время, это какой-то новый тренд. Но дело не в этом. Дело в том, что ведь если есть такая сменяемость, то это несколько нарушает вот ваш тезис о том, что это всё-таки какой-то закрытый процесс какой-то. Потому что приходят новые люди, они приводят с собой других новых людей. Где же здесь закрытость? В чём тут проблема? И они закрываются полностью. Почему они закрываются? Почему, конечно, что они закрываются? Вот давайте ещё глубже, давайте с другой стороны подойдём, к тому, что вы сейчас говорите. А может быть, они начинают понимать ситуацию с другой точки зрения? Например? Ну, например. Вот когда я учитель в школе, то я говорю, я хочу для себя там, чтобы не меняли программы, повысили зарплаты, финансировали школы, давали новые учебники, ну и дальше кучу-кучу всего, что я хочу. Потом я, например, становлюсь там, условно говоря, министром образования или там главой комитета по образованию, мне приносят деньги и говорят, а вот вообще на образовании денег нет. Я тогда сижу и думаю, да. Ну что ж, ну извините, не будет новых зарплат, не будет ещё чего-то добавления, не будет новых книг, не будет новых учебников. Ну как бы, помните, старая вульгарная такая пословица, что место сидения там определяет точку зрения? Вот так или иначе, это можно как-то вот в одно такое предложение свести. Можно, но с другой стороны, не всё, что в нашей жизни упирается в средства, ну и в том числе в деньги. Это правда. У нас на сегодняшний день проблема организационной неспроможности, неспособности, именно организационной, потому что любые средства и финансовые, в том числе, можно найти под любую инициативу или идею, создав команду и показав действительно способность её реализовать. Понимаете? Потому что вот, ну, компетентность в этом. На сегодняшний день депутаты действительно вот смотрят на жизнь, как вы говорите, с позиции финансирования. Есть деньги? Будем делать? Нет денег? Не будем делать. А если нет денег и нет моего интереса, то зачем вообще напрягаться? Понимаете? И когда люди выходят под Верховную Раду, ну я имею в виду с разными там вопросами, да, злободневными, они просто убегают от них. Просто убегают. И у меня вопрос. Вот я смотрю на эту картину, у меня вопрос, а зачем вас выбрали? Чтобы вы там просиживали и убегали от людей, прятались? Ну такое же есть? Есть. И тут нужно просто понимать, что депутат, ну как, например, да, он должен не убегать, а наоборот выходить к людям, интересоваться действительно злободневными вопросами и содействовать организацию там разного рода комиссий, комитетов, обсуждений, поиска решений текущих проблем. Ну такое бывает, ну очень редко, очень редко. когда депутаты, ну вы знаете, это нужно просто надавить так на мозоль, да, выйти там, заблокировать Раду, все выходы там, привезти мусорник, да, показать, что, ну, намерения серьезные. И только тогда депутаты начнут выходить и слушать людей. А зачем же они пришли? Вам не кажется, что это какой-то, ну, я не знаю, сюрреализм, какой-то вообще, то есть королевство кривых зеркал? А как вы для себя это объясняете? Очень интересно. И что со всей этой историей делать? Вы знаете, я объясняю это тем, что на сегодняшний день государственное управление, понятное дело, оно подалихархическим воздействием. То есть, какие-то бизнес-структуры, олигархи те же самые, да, они проводят в управление те политические силы, которые, собственно, спонсируют тех людей, которые потом лоббируют их неинтересы. Ну, потому что никто же не отменяет такую вот фразу, да, кто платит, тот и заказывает музыку. Скажите мне, пожалуйста, почему политические партии на выборах тратят колоссальные деньги, колоссальные, там, миллионы, десятки, может быть, сотни долларов, да, миллионов, и они приходят вот туда просто так, ну, служить людям? Ну, Андрей, в этом не уверен. Андрей, это хорошая мысль, но мы же с вами живем большую часть нашей жизни в реальном времени, да, вот, и в этом смысле ни одни выборы ни в одной стране мира, даже в самой нищей, невозможно без денег, вот, априори, никогда. да, вот, даже для того, чтобы внести залог для участия в выборах, и то нужны деньги. Я уже не говорю там, чтобы там рекламу какую-то, даже чтобы люди ходили, активисты, да, чтобы что-то раздавали, чтобы напечатать листовки, то есть, даже какой-то минимум обязательно денег необходим. Так, как же Украине стать уникальной в этом смысле и проводить выборы без денег? Что, какие есть у вас предложения в этом смысле? Ну, смотрите, Людмила, по поводу залога, да, финансового, я считаю, это вообще антиконституционная норма, которая была внедрена, намерена для того, чтобы поставить ценз, вот тот имущественный ценз финансовый и ограничить всех людей, ну, возможность, да, вступать, ну, то есть, выступать кандидатом в депутаты там или еще куда-то, потому что человек может, например, организовать сбор подписей, но у него нет финансов для того, чтобы, то, что вы говорите, заплатить залог. А раньше же были только подписи, если вы вспомните, первые выборы, там, в президенты и так далее, там собирали там то ли миллион, то ли полтора миллиона подписей, там не было никаких залогов в виде два с половиной миллиона гривен. Это потом уже начали половину собирать подписи, половину деньгами, а потом перевели, а зачем подписи? Когда есть просто деньги, можно вообще не напрягаться, прийти там пару миллионов заплатить и выдвинуть свою кандидатуру. Понимаете? И, соответственно, вот тут у нас идет действительно подмена. Подмена именно, ну, опять же, кандидаты в президенты. Они разве общаются, вот как, например, в той же самой Америке, да, когда происходит там предвыборная кампания, кандидаты ездят везде, общаются по разным регионам, с людьми, там, предлагают свои там программы, доказывают. У нас этого нет. У нас ни один президент не проколесил по Украине, не простречался с людьми. Ну как, они ездят там в какие-то там областные центры, да, самые такие знаковые, поднять свой рейтинг. Все. Все. Больше их нет. И вот это вот, ну, я же говорю, ну, мы просто заходим уже в такую дискуссию, когда действительно проявляется вот это вот, знаете, когда люди попадают в какое-то управление и не закрываются от людей. Или их закрывают. Как вот я разговаривал с одним знакомым, он говорит, Андрей, а может быть наоборот, может быть их просто, вот есть такое выражение, да, садят в теплую ванну, там, закрывают со всех сторон, и они попадают в такую вот благоприятную среду, в которой им кажется внутри, что все нормально. Не знаю. Тема единства, очень хорошая тема для украинского общества, особенно за последнее время. Давайте к этому вернемся, да, и единство, и, я так понимаю, людей, живущих в разных частях, и людей, которые расходятся по диалогическим, и не только по диалогическим, просто по каким угодным. По языковым. По языковым, ну, много можно перечислять, да. И тут же разделение между, там, скажем, избирателями и политикой. Вот как-то слишком много разделов, я с вами согласна. Ну, и что вы думаете, с этим всем можно сделать? Я думаю, нужно просто поменять правила. Ух ты. Да. Ну, давайте. Как? Как будем менять? Это хорошая тема. Да. Если вот в обществе среди людей нет взаимопонимания, то оно происходит из-за нарушения определенных правил, договоренностей, как, например. На сегодняшний день, как я рассказывал, да, в разных организационных структурах существует монополия. Я бы так сказал, даже узурпация. Во всех организациях происходит узурпация именно управления. Ну, например, тем же самым руководителем. Больше хочу сказать, эта узурпация происходит на уровне уставной деятельности, то есть прописание статутов организаций, уставов организаций. Я вам даже могу сейчас привести пример. Если в организации руководитель не выполняет своих обязанностей, нарушает, злоупотребляет, еще там как-то, им становятся люди недовольны, то, соответственно, все организации проходят через раскол. Все. В Украине это, кстати, показатель. Назовите, вот вы можете мне назвать хоть одну успешную организацию, успешную и эффективную, которая бы развивалась на протяжении 30 лет последних? Ну, может быть, это и не обязательно. Это обязательно. Почему? Ну, потому что проблемы у нас не решаются. Если бы у нас решались проблемы, нам бы не нужны были общественные организации, которых, коих очень много, политические партии, коих там 350 или сколько штук, и каждая из них идет, заявляет программу социальных изменений и всего остального прочего. Если бы у нас все было нормально, нам бы вот эти структуры не нужны были, но они же постоянно появляются, и среди них нет ни одной эффективной, ну, я имею в виду, та, которая бы развивалась постоянно, была бы на слуху, правильно, про нее бы все знали. Почему? То есть мы сейчас говорим об эффективности общественных организаций? Деятельности, да, внутренней деятельности. Почему нет? Вопрос. А я объясню, потому что каждый из них происходит через, точнее, проходит процесс узурпации управления и постоянные многочисленные расколы. Каким образом? Узурпация происходит, когда вот человек попадает в управление, да, и у него, как у руководителя, есть чем распоряжаться. Финансы, люди, админ какой-то ресурс, да, ну, он на что-то влияет. И, соответственно, когда он понимает, что он это может потерять, он не будет подпускать к себе знаете, таких более сильных, более авторитетных людей. Он будет наоборот их отодвигать. Подождите, а что вы предлагаете в этой системе? Так я вот хочу подойти. И вот происходит в каждой организации, когда происходит вот эта вот внутренняя борьба, лидер захватил управление и отодвигает всех остальных сильных, происходит, соответственно, неудовлетворение внутри организации. То есть сначала там, как, например, 10% среди общего количества неудовлетворённых, да, люди там общают, пока общаются, там, и так далее. Потом 20%, вот 10% это, знаете, зарождающиеся недовольства, я такую, как бы, модель рисую. 20% это уже предконфликтная ситуация, вот пред, когда люди уже начинают, знаете, уже такая, эмоции, буря и так далее. 30% это конфликтная ситуация, то есть дальше терпеть это невозможно, её нужно брать и решать, здесь и сейчас. Когда игнорируют вот все вот эти вот моменты и недовольство нарастает, ну, например, происходит разделение людей внутри организации 60 на 40 или, не дай бог, 50 на 50, люди становятся недоговороспособными полностью. То есть там одна группировка пытается побороть другую группировку и побороть, ну, извините меня, разными способами, в том числе и самыми грязными. А теперь мы открываем статут, ну, статуты, да, уставы любой организации, вот любой, общественной, политической, любой, и смотрим, каким образом можно отзывать руководителя организации. И там прописано путём голосования большинства 50% плюс 1. Вот и всё. То есть там в каждом уставе заложен момент раскола, когда 50% должно большинством проголосовать за отставку этого руководителя. То есть, понимаете, да, какой уже накал должен произойти 50 на 50, и люди недоговороспособны при этом. А вот тут второй момент, когда человек, то, что я сказал, он узурпировал управление, и он не даёт провести, ну, какой-то вот группе, провести какие-то изменения, организовать съезды, сборы, голосования и так далее. То есть, на сегодняшний день без добровольного согласия управляющего лица, то есть, головы, руководителя, невозможно ничего, ничего сделать, ни в организациях, ни в партиях, ни где-либо в организационных структурах. То есть, происходит полностью узурпация и управление. и именно от этого происходят расколы. Что мы предлагаем? Какие правила нужно поменять для того, чтобы люди действительно не доходили до процесса полного развала? В горизонтальной мережи заворотни-звязок мы предлагаем в электронном режиме поменять правила взаимодействия, где люди в электронном формате могут вступать в организации, оплачивать взносы, то есть, подтверждать членство, имеют право голосовать, выбирать руководителей и более того, отзывать их, когда человек не выполняет своих обязанностей или, скажем так, не так выполняет, как это видят другие люди. И, соответственно, при вот этом вот отзыве руководитель, он понимает, что он недолговечен в организации и организация, сама организация, вот эта орг-структура не принадлежит ему одному. А у нас как происходит в Украине? Организации имени себя любимого? Ну так? У меня сразу несколько вопросов к тому, что вы сказали. Да, вот смотрите, вы сказали, совместили два слова узурпация и управление. Но ведь управление это важная часть любого процесса. То есть, если человека выбирают главой организации или партии, то его же выбирают члены этой организации и партии. Это первое. Они делегируют ему какие-то полномочия. И это очень важно. Потому что, если человеку не делегировать никаких полномочий, то он не может управлять процессами. Вот это первое. Второе. Да, мы и так можно отзывать, никаких проблем нет. 50% собери голосов против и все нормально. Пусть это в интернете можно или где-то встретиться на лужайке и 50% соберутся, подпишут, что мы против и так далее. Я не совсем понимаю, что здесь нового. И вот вы несколько раз повторили, с самого начала я обратила внимание, что это очень плохо, что каждый лидер что-то узурпирует. Но давайте себе представим, если бы вы были лидером какой-то организации, вам бы тоже нужно было принимать какие-то решения, за которые вы несете ответственность как лидер. Да, это может кому-то не нравится, но эти решения должны приниматься, они должны реализовываться, поскольку вас же избрали главой. А представьте себе вас избрали главой, а вы ничего не решаете, не управляете процессами. К вам приходит, ну, например, у вас в организации 100 человек. И у каждого из них своя точка зрения на процесс. И как вы в этой ситуации будете действовать. Понимаете, тут как бы с одной стороны я все понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны мне не совсем понятно, что в этой ситуации делать. И что вас так смущает, и почему вы совмещаете узурпация, управление как что-то обязательное, безальтернативное, ну, я не знаю, и в отношении общественной организации, партии, пока вот до конца мне не понятно. Давайте со второго вопроса начнем. относительно руководителя, который кем-то управляет или чем-то управляет. Ближе к чем-то процессами. В моем понимании, вот в моем личном понимании, руководитель односильно не может ничем управлять, потому что организация не принадлежит ему, ему одному. Организация это коллективный орган, где люди на добровольных началах выстраивают взаимоотношения для достижения общей цели. Ну, допустим, понятно. И вот задача вот этого лидера, да, выступить в роли координатора, который объединяет разные мнения, да, вовлекает в процесс участия остальных людей, вовлекает, он не должен никого отодвинуть там, или только своей мыслью сказать, вот знаете, как вот есть выражение, да, я вас услышал, но принял, как говорится, свое решение. А зачем тогда было устраивать какие-то обсуждения? Нет, это очень важный момент, то, что вы сейчас говорите, потому что ведь в любом, даже маленьком коллективе есть альтернативные точки зрения, и кто-то все равно окажется в этой истории в меньшинстве, потому что кто-то говорит, нужно идти направо, я сейчас утрирую, кто-то говорит, нужно идти налево, нужно куда-то пойти, и те, кто, если пойдешь направо, то обидятся те, кто хотел пойти налево, и так далее, то есть я сейчас вообще упростила ситуацию, но она просто понятна. Как вы предлагаете, ведь невозможно объединить мнение всех, есть какое-то общее понимание, каким образом? Возможно. Например? Если есть два мнения, которые между собой противоречат, ну в чем-то, в чем-то, в каких-то мелочах, то вырабатывается третье мнение, которое объединяет полностью все две стороны, и эти две стороны с этим третьим мнением соглашаются. Ну в идеале, да. А оно не в идеале, оно так работает практически. На самом деле невозможно договориться с людьми, которые не хотят договариваться. Вот просто принципиально. Знаете, как баба-яга всегда против, и ей все равно против чего. вот с такими людьми невозможно договориться. И такие люди есть, я согласен, но они себя проявляют, проявляют только тем, что когда, ну например, человек выступает, да, против чего-то, и когда полностью весь коллектив, там, руководитель или говорит, ну ты против? Пожалуйста, предлагай. И он не может ничего предложить. Более того, если человек предлагает, ему говорят, ты готов это реализовывать сам. Человек просто теряется. Понимаете? Вот таких людей выявляют, и таких людей, ну как сказать, не отодвигают, а просто их слушают, но не прислушиваются к ним. Потому что человек просто пришел поговорить. Ну ведь тогда этот человек может сказать, что тот, кто управляет организацией, он же узур первого власти. Не совсем. И не принял его мнение. Не совсем. Почему? Потому что, когда вырабатывается третье решение, которое мы сказали, устраивающее две стороны, то это становится не просто большинству, это становится, скажем так, тем решением, которое объединило множество людей, да, множество людей, кроме него одного. Хорошо, давайте мы сейчас перенесем это на уровень страны. Вот у нас сейчас есть несколько партий, да, давайте возьмем парламент, например. Вот у нас есть несколько партий, у нас есть власть, и у нас есть оппозиция. И у них абсолютно разные точки зрения на многие процессы. Более того, это же нормальная практика, когда оппозиция сменяет власть, власть сменяет и так далее, да, то есть они постоянно меняют. Это в идеале, это прекрасная демократическая процедура. Вот как на этом уровне вы видите себе консолидацию, с которой мы начинали с вами разговор? Никак. Объясню почему. В сегодняшнем состоянии в парламенте нет партий. Абсолютно их нет. Если мы говорим за бизнес-проекты, бизнес-проекты, которые вкладывают деньги в рекламную кампанию, чтобы прийти в власть, ну, к управлению или во власть, и потом получить деньги с выгодой, с этим я соглашусь. Партии, которые представляют мнение граждан, и тех граждан, которые участвуют именно в политической силе, выдвигают достойных кандидатов, таких нет. Почему? Ну, потому что вот партия, скажем так, слуг народа показала, что там даже партии нет, там не было структуры партии при выборе кандидатов в парламент, да, там даже структуры не было по областям, там даже вот эти вот депутаты, кандидаты, которые выдвигались, они не состояли даже в партии. Это потом, когда их выбрали, на гребни волны, да, их выбрали, потом они начали писать заявления, сейчас уже спустя несколько лет партия строит какие-то там ячейки по городам, областям, то есть сеточку такую, и они сейчас вот выходят в такое общение с людьми, да, и пытаются их как-то услышать, пытаются. А до этого вот все вот эти два года, они же представляют только свое мнение, свое личное мнение. Депутат это представитель от людей, от какой-то группы, и он должен представлять мнение этой группы людей, а не свое личное. А на сегодняшний день у нас в парламенте все политические партии и депутаты в том числе представляют свое личное мнение и лоббируют, лоббируют чьи интересы? Те, кто платит. Но ни для кого не секрет, что в парламенте на сегодняшний день вот в этой каденции раздают конверты, об этом сами депутаты говорят, что всем проплачивают за голосование, за нажатие кнопки, так чьи конверты раздаются, чьи интересы преследуются? То есть вы считаете, что если партия будет структурирована, четко обозначена, имеет четкие, я не знаю, представительства в разных регионах, то тогда разные партии будут иметь такое представительство, будут структурированы, то тогда можно говорить о консолидации. Ну просто вот если перефразировать, то что вы сейчас сказали, то есть вы сказали, что проблема в том, что консолидация невозможна, потому что нет четко структурированных партий, как таковых, вообще партий нет. А вот если партии будут, и они будут четко структурированы, то тогда консолидация возможна? Возможно. Почему? При использовании цифрового сервиса, без цифровой системы, цифрового сервиса, никакая консолидация, никакие вот взаимоотношения, открытые, публичные, невозможны. Давайте лучше об этом. Что такое цифровой сервис? Цифровой сервис, как я уже сказал, тот, который мы разрабатываем в горизонтальном ореже «Заворотний звезок», на основе которой можно принципиально по-другому полностью публично выстраивать взаимоотношения. Давайте я вам просто приведу пример. Давайте, это интересно. Для сравнения. В существующих партиях, как я уже сказал, даже руководитель не знает, сколько у него членов внутри партии. Ну, не все руководители, мы уже обозначили, да? Ну, с кем я общался, никто не ответил мне на вопрос «Сколько?». Я спрошу «Сколько?», все говорят «Вокруг да около?». То есть то ли 30 тысяч, то ли 50 тысяч, то ли… То есть к парламентским партиям это не относится, мы уже для себя определили. Да, я с ними не общался. Окей. Дальше. Даже вот парламентские партии возьмем. Вы, вот вы как журналист, и я как просто обычный гражданин, я никогда в жизни и нигде не узнаю, сколько там находятся людей в этих партиях. То есть вы хотите сказать, что это закрытая информация? Я не… А вы на сайте заходили и не находили, да? На сайте ни одной партии нет. Вот еще интересно. Указание, сколько именно участвующих в этой партии. Сколько членов партии? На сайте не указано. Вообще не указано. Вот интересно, надо проверить. Я ни разу не проверяла, но вот… Зайдите. Вы не нашли нигде, да? Я не нашел. Интересно. Батькивщина, Европейская солидарность, кто там еще у нас, Слуги, там, Замайбутни, да, там, кто там еще. Вот все эти партии, просто сайты официальные, их откройте и посмотрите. Можете даже записать критерии. Первый критерий – членство, количество. Второй критерий – финансирование. Откуда деньги? Кто финансирует? Ну, это на ЗК проверяет, это все понятно. На ЗК проверяет, но иногда на ЗК дают просто нулевые декларации. Понимаете? Нулевые. Хотя деньги там, ну, проходят. Понимаете? То есть тут даже и на ЗК она не может до конца проверить. Дальше. Какие решения партия принимает? Внутри решения, документы оборот. Вот. Есть ли доступ к решениям политрады там или там еще какого-то руководящего органа? А вы проверяли, есть доступ или нет? Есть, но не во всех организациях. Не во всех. Вот тут какие-то решения они публикуют, какие-то нет. Для того, чтобы сравнить, какие декларации по программе делает партия и какие решения внутри она принимает. Понимаете? Когда вы сводите декларацию программную и решения, то есть практически действия, вы можете оценить, ну, партия хочет реализовать свою программу или вообще чем занимается эта партия. Ну, это же можно проследить и по законопроектам, которые вносятся, и по голосованиям, которые происходят в Верховной Раде. Правильно я понимаю? Разные критерии есть оценки. Можно проследить. В том числе, да? Да. Не только по внутренним встречам там какого-то политактива. Ну, честно, если. Можно проследить, но очень часто принятые законопроекты или вообще голосования, оно расходится от политических программ и тех лозунгов, тех намерений, которые были на выборах. Но это тоже показатель, правда? Показатель. И, кстати, на это никто не обращает внимания. То есть почему, например, сейчас не поднимается невыполнение тех же самых программных обещаний? Мы ждем пять лет, а через пять лет будем опять выбирать кого-то, опять на обещаниях? Это неправильно. Вот на мой взгляд это вообще неправильно. Мы, понимаете, вот в таком вот, ну, как я уже говорю, вот в такой вот узурпации, это же узурпация происходит не только управление на уровне общественных организаций и партии, на уровне страны в том числе, приходит какая-то сила, узурпирует, не выполняет обещания, а мы с вами пять лет ждем. Мы не можем на них повлиять, мы не можем их отозвать. И, соответственно, то, что я сказал, без вот той цифровой системы, которая дает непосредственное участие, ваше участие в голосовании, в отзыве, непосредственное. Потому что, ну, как, например, вы знали, что депутатов может отзывать партия? Любых, на любом уровне, на местном, областном, верховном. То есть сама партия принимает решение и отзывает депутата, того, которого она делегировала. Скажите, пожалуйста, кто из партий, ну, вот за все это время мог отзывать депутата? Такого не было даже прецедента в Украине. Почему? А вы хотите сказать, что люди удовлетворены всеми депутатами, за которых голосовали в том числе? Почему люди на сегодняшний день не имеют права именно воспользоваться, да, вот такой вот функцией, без посредней отзыва? Отзыва депутатов. В том числе. В том числе. Это ж депутат, это ж их не представитель, правильно? Он же должен представлять интересы тех людей, которые его выбирали. То есть вот я просто смотрю на эту всю систему, да, и я понимаю, что вся вот эта вот узурпация, начиная управление, начиная с мелкого уровня общественных организаций, перерастая в уровень политических партий, которые приходят в управление, происходит все то же самое. И, как говорят, систему, да, можно поменять только другой системой. Вот эту олигархическую модель государственного управления можно поменять другой системой, другими правилами, как я уже сказал, поменять правила взаимоотношений, дать людям возможность в электронном формате именно влиять на процессы, влиять. Была очень классная такая заявка государства в смартфоне от Зеленского, да, от «Слуг народа», что мы вот делаем государство в смартфоне, но они забыли упомянуть маленькую такую, знаете, вещь. Они предоставляют людям услуги, государственные услуги, а не возможность влиять на процессы, отзывать, принимать решения. У нас по Конституции, кстати, по-моему, там 37-я или 38-я статья, не помню, но там записано, что каждый гражданин имеет право участвовать в органах местного самоуправления и в реализации государственной политики. Так вот, в реализации государственной политики мы можем участвовать через партии. На сегодняшний день ни одной партии, именно классической, именно в том понимании, когда человек внутри становится членом, оплачивает взносы, принимает решения и может отзывать там кого-то. Их нет. Их просто нет. Партии лидеров, вождей, они есть. Бизнес-проекты, да, есть, которые проплачиваются с одного кошелька. И это нужно менять. Вот это нужно менять. Как менять? Как вы видите, мы можем это поменять? Я вижу, что должна появиться политическая сила с националистическим таким уклоном, именно которая хочет возродить Украину, объединив на ее основании, объединив множество разных общественных организаций, блогеров, журналистов, оттошников, фермеров и все вот эти вот проблемные вопросы, которые сейчас есть, относительно предпринимателей, как по РРО, относительно фермеров, относительно пенсии и всего остального прочего, объединить эти вопросы и начать коллективно их решать, именно с привлечением специалистов среди граждан. Потому что среди граждан очень много специалистов. Они очень компетентные, сильные, они занимаются этими вопросами на протяжении всей своей жизни. Но достучаться до управления невозможно. Зеленский пришел в управление государством, к нему, ну я лично знаю, десяток инициатив, которые переворачивают полностью экономику нашей страны, переворачивают ее, убирая монополии, убирая схемы, убирая все, что там вот сейчас есть, вот это вот по-другому становится. К нему пишут, к нему обращаются, в ответ ничего. Вот смотрите, вы очень интересно сказали, и несколько сразу, вот мне это выглядит несколько противоречивым, такое утверждение. Давайте мы стадим одну такую большую националистическую партию. Вот я очень хорошо отношусь к разным представителям разных идей, в том числе представителям националистического движения, убежденным людям, которые верят в то, что они делают. Но в любом случае националистические партии, как правило, это несколько крайние партии, которые представляют какие-то определенные взгляды. Это очень сложно поместить, ну например, совместить тогда западную Украину, восточную Украину. Это очень важный момент. Потому что, либо вы что-то другое понимаете под словом националистические. А почему крайние? Ну а как вы понимаете, националистические, это какие партии, вот с вашей точки зрения? Это что вы в это вкладываете понимание? Ну смотрите, в моем понимании националистическая партия, это в первую очередь люди идейные, которые действительно любят Украину и хотят именно добра. То есть, смотрите, у нас вот мы сейчас выйдем на улицу с вами и мы встретим всех идейных людей, потому что у всех есть какая-то идея, все любят Украину и все хотят для Украины добра. Если мы спросим хоть у одного человека, является ли он неидейным, он скажет ни за что. Если мы спросим, любит ли он Украину, он скажет, да на всю свою оставшуюся жизнь, только ей предан, верен, люблю и все угодит. И многие из них говорят абсолютно это искренне. И в этом смысле я не совсем понимаю. А если все, как вы говорите, и любят, и хотят добра, почему мы живем в такой разрухе? Вот не знаю, потому что каждый по-своему. Почему вот у нас происходит, знаете, как я уже сказал, какое-то королевство кривых зеркал, когда четко видно, что работает схема на разных закупках, перекупках и так далее, ловят человека, который отвечает за организацию и работу этой схемы, его якобы против него возбуждают уголовные дела, показывают его перед камерами, перед журналистами. Вот смотрите, мы его поймали, и через два месяца его отпускают. Вот у нас, знаете, у нас вот такое вот, как в этой программе, когда ловят рыбку, показывают и отпускают. Я вот не понимаю, почему у нас так происходит. Ну, видите ли, я так понимаю, что многие вопросы, которые вы ставите во время нашего интервью, они отчасти так и остаются с многоточием, не имеют пока ответа. То есть мы предлагаем нашим зрителям подумать об этом. Это хорошие вопросы. Давайте вернемся к этой вашей идее все-таки, где собрать такую партию, куда объединить воедино всех, да? И фермеров, и предпринимателей. Ну вот, например, у фермеров ведь и предпринимателей разные ведь экономические интересы могут быть, правда? Вот глобально-то одни, а вот если сесть и законы принять, то может быть разные, правда? А вот, например, у работодателей и пенсионеров тоже ведь разные, правда? А более того, у бюджетников и малых предпринимателей тоже ведь разные. Ну вот, например, минимальную зарплату правильно-то поднять, да? Хочется побольше. А с другой стороны, вот это бюджетникам это хорошо. А тем, кто там фопы свои содержит маленькие и сложно справляется в этой сложной экономической ситуации, для них минимальная зарплата – это проблема, да? Потому что они платят налоги, и это для них сложно. То есть вот я просто на очень простом примере показала, что, казалось бы, мы все в одной лодке, но получается интересы-то у всех разные. И вот в этом смысле, как вам кажется, тут нужно балансировать? Их можно согласовать. Их можно, их не то что можно, их нужно согласовывать. Я в одних передачах, буквально недавних, видел у вас тут гостя, Амелин Анатолий, он специалист в экономических вопросах. И таких специалистов, таких вот по разным другим направлениям, есть очень много, понимаете? И если мы действительно все-таки хотим изменить Украину к лучшему, да, и взаимоотношения, чтобы у нас были непротиворечивые, не основывались там на схемах и так далее. Ведь, по сути дела, коррупция, вот, вы знаете, вот, пожалуйста, тезис вам, да? Мы там все время, насколько я вот в политических там кругах смотрю, все время боремся против коррупции. Да, это наше любимое развлечение последние лет 30. Лет 30, да, вот смотрите, боремся вот с коррупцией. И сколько бы мы денег на борьбу эту не выделяли, коррупция от этого меньше не становится, понимаете? И я, честно говоря, смотрю на этот весь сюрреализм, и я понимаю, что коррупция, это, знаете, следствие работы неправильной системы. Мы боремся со следствиями. И сколько бы мы денег не выделяли, от этого следствия не становится, потому что система работает вот неправильно, как я уже сказал. Убираем, то есть меняем правила, меняем работу системы государственной, то есть со всеми ее органами и так далее. И коррупция пропадает. Ну, я имею в виду коррупция в глобальном масштабе, на государственном уровне, вот та, которая сейчас происходит, она пропадает, ее нет. Нет, понимаете? Но мы почему-то боремся со следствиями. И все депутаты, которые сейчас есть, президенты и так далее, рассказывают, что нужно бороться со следствиями. Но это не маразм. На мой взгляд, это недопустимое с их стороны какое-то заблуждение или непонимание. Такие вот топ-чиновники не понимают, чем они занимаются или не участвуют в этом. Вот в моем понимании они участвуют в этом и уводят в сторону взгляд, что нужно бороться с коррупциями. Андрей, вот мы уже так час проговорили, не заметили вроде, когда. Я просто что, о чем хочу вас попросить. Знаете, вот у нас традиционно многие и наши политические аналитики, и экономические аналитики, мы их просим дать прогноз какой-то на ближайшее время. И вот это, как правило, очень интересно. И мне вот интересно, какой ваш прогноз для Украины, ну скажем, до конца года. Чего вы ожидаете, как вам кажется, могут развиваться события? Я могу сказать на два с половиной года, на следующий выбор. Неплохо, давайте. Мой прогноз на следующие выборы и президентские, и парламентские, что в Украине появится националистическая сила, потому что все существующие партии, которые были уже 20 или 30 лет при власти, при управлении, и новые партии, которые сейчас вошли, и те, которые создаются, они полностью себя дискредитировали, полностью. Доверия нет. Поэтому создастся новая политическая сила, может быть, старая, перейдет в новый формат, который объединит на своей основе, как я уже сказал, множество разных людей с разными интересами. Это будут и фермеры, и предприниматели, и атошники, и журналисты, и общественники. Все будут абсолютно. Потому что все будут понимать, что изменить действующую олигархическую систему в том формате, в котором мы с вами живем. Возможно, только создав другую систему и показав ее на том уровне партии с новыми правилами, как я уже сказал, где будут открытые взаимоотношения, где будет открытое финансирование, где будут открыто приниматься теми участниками внутри решения, приниматься и реализовываться. И полностью вся документация, все там любые взаимоотношения, они будут открыты, прозрачны в режиме онлайн. Это, по сути дела, будет партия в смартфоне. Та вот новая партия, которая будет контролируема самими участниками. И украинцы поймут, что, чтобы изменить и не допустить следующих противостояний, возможных, многие говорят, там за Майдан 3-0 и так далее, чтобы не допустить этого, нужно будет объединиться все-таки вокруг одной народной политической силы и, соответственно, прийти во власть и изменить правила нашего существования, сожительства. То есть вы сторонник мессианства. Я сторонник не силового сценария изменений. Я все-таки сторонник, что мы взрослые люди, адекватные люди, что мы понимаем, что так жить дальше нельзя и нужно в корне менять правила. Андрей Матрей был сегодня у нас в гостях, за что мы им очень признательны. Андрей, спасибо огромное. Мы были рады вас видеть. И, конечно, признательны вам наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другому партнеру в медицинском центре «Призма». Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»